Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Оксана! Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Здравствуйте всем! Очень рада вас видеть в нашей студии вновь, в гостях. Спасибо, спасибо огромное! Всегда радостно! Ирина, ну что ж, ну естественно, самый большой, самый основной вопрос. Хочется узнать вот об идее проекта, откуда вообще это пришло, почему это сейчас интересно, почему это интересно для Рязани в первую очередь, да? У нас в Рязани, в Рязанской области оказывается есть дом самого Великого Тарковского. Андрей Арсеньевич Тарковский был женат вторым браком на Ларисе Палне, и она оказалась наша землячка, Рязаночка, за что мы очень благодарны бесконечно. И вот когда-то давно, в 70-х годах, он приехал к ней на родину, это Шиловский район, деревня Авдотенко, и там они гуляли по этим всем красивым нашим далям рязанским. И забрели в одну деревню, где он увидел вот уникальный дом, видимо, это начало века, постройка такой каменной, красивый, ровный прямой коридор, комната направо-налево. Он, наверное, в этот момент представил, тут у него будет кабинет с камином, а там как раз и печка, и камин, тут будет спальня и так далее, и так далее. Фантазия богата, и всё, они купили этот дом. И дальше с 70-го по 81-й год он приезжал сюда, в Рязанскую область, он периодически что-то тут строил, достраивал, делал, ремонтировал. В общем, вся его, если почитать книгу, дневники Тарковского, она называется «Мартиролог. Список страданий», то весь этот дневник, как бы лейтмотивом идёт в нём тема дома в Рязани. Опять я еду в Рязани, всё время в голове вот эти вот воспоминания. И мы же понимаем, что этот человек творческий, то есть у него же не было такого, вот тут я, значит, отработал свою работу, вот тут я пришёл домой отдыхать. Нет, то есть всё время он был в состоянии переживаний, в состоянии рождения какого-то фильма. И вот как раз эти годы с 70-го по 81-й три картины появилось на свет. Это «Солярис», это «Зеркало» и «Сталкер». И ещё в это время он написал Гафманиану, такой сценарий как раз здесь, в Рязани у нас, на Рязанской земле написал. Ирина, в который раз Тарковские чтения проходят? Кого за это время уже успели привезти на нашу землю? Кого уже тут навеяла, скажем так, наша Рязанская земля ещё? Так, значит, в 2012 году мы начали этот проект. Это было 80-летие со дня рождения Андрея Тарковского. И помогала Татьяна Николаевна Айдёнова, которая родственница со стороны Ларисы Павловны Тарковской. Она там живёт в посёлке Мясной сейчас. И Маша Чугунова, такой киновед, которая в своё время тоже с Андреем Арсеньевичем работала вместе. Значит, в первый год у нас приезжал Сергей Соловьёв, кинорежиссёр, привозил фильм «Анна Каренина». Сейчас немножко расскажу о том, что у нас вот такая вот тоже традиция есть, классику привозить на Тарковские чтения. Приезжали друзья Андрея Тарковского. Али Хамраев, который с ним учился когда-то, и Юлий Файт, который даже снимался у него в первом фильме. У него до вот этих семи известных фильмов были ещё три студенческие работы. И в первой работе «Убийцы» по Хемингуэю снимался Юлий Файт. Вот он приезжал. Ещё такой замечательный кинооператор Юрий Викторович Клименко тоже приезжал к нам сюда. Это были вот первые Тарковские чтения. На следующий год был Юрий Борисович Норштейн, который показал Гоголя шинель. Это незаконченная работа, но вот всё равно такая в классическом ряду стоит. Видите, Толстой был, на следующий год Гоголь. В том году третье Тарковские чтения приезжала Наталья Сергеевна Бондарчук, которая снималась в фильме «Солярис». Главной женской ролью была Харри в фильме «Солярис». И она привозила два своих фильма – «Пушкин. Последний дуэль» и «Гоголь. Ближайший». В этом году кого мы ждём? В этом году очень интересно. Можно сказать так, что в этом году Тарковские чтения начинаются у нас 25 августа в Москве. Почему в Москве? Видите, интрига. Потому что как раз сын Андрей Тарковский-младший, он сам тоже режиссёр, и поэт, и художник. И в Москве 25 числа в театре Губернском, такой есть губернский театр, которому руководит Сергей Безруков. Безруков, не знаю, как правильное ударение сказать, но все его знают. Это очень известный, любимый всеми герой, который очень часто приезжает к нам в Рязань и читает стихи Есенина. И вот как раз на сцене этого губернского театра пройдёт вечер посвящения Андрею Тарковскому. Будет называться он «Запечатлённое время». Там прозвучат стихи Арсения Тарковского, прозвучат фрагменты из «Мартиролога», список страданий, из дневников Андрея Тарковского. И дуэт сёстры Газанной приезжает из Италии. Одна скрипачка, другая пианистка. Это Наталья и Рафаэла Газан. Они будут исполнять музыку Баха, так любимой Тарковским, и современную музыку. И вот всем этим руководит Андрей Тарковский-младший. Так что если у кого-то, дорогие рязанцы, будет возможность 25-го числа попасть в Москву, то милости просим вас в губернский театр на вот этот вечер, посвящённый Андрею Тарковскому. А 28 августа к нам в Рязань приезжает художник, который работал с Андреем Тарковским на картине «Сталкер». Ему 78 лет. Зовут его Шавкат Абдусаламов. И сам он тоже кинорежиссёр и актёр. И он привезёт нам свой последний фильм, который он снимал почти 10 лет, и посвятил его Андрею Тарковскому. Фильм называется «Евангелие от провинциала». Вот такое, да, название. Абстрактное весьма, и в то же время, да, громкое. Да, очень-очень такое громкое, конечно, название. Но посмотрим, это сложный фильм. И, кстати, художественный музей наш, Рязанский, с ним будет тоже заключать договор. И в новом сезоне мы увидим его работы в нашем художественном музее. Там, может быть, весной, зимой, летом. А сейчас будет его фильм. И встреча с ним, встреча. Ещё раз повторю, это будет 28 августа в воскресенье в 15 часов в Центре народного творчества, как мы красиво называем, Рязной домик. Ирина, вот сегодня очень много раз звучали твои слова о Солярисе, да, какое-то напоминание об этом фильме, прекрасном об этой работе. Вот «Океан Соляриса», вот этот проект, скажем, да, и Тарковские чтения, они пересекаются как-то? Да, это два проекта, которые идут под сенью Тарковского, да, имени Тарковского. Но просто «Океан Солярис», он более такой широкий, он краеведческий проект. Туда входит вся эта наша плеяда звёздных таких имён на нашем небосклоне. Это и академик Павлов, и академик Уткин Владимир, и, господи боже мой, все наши поэты знаменитые, и Яков Полонский, и Сергей Есенин, и философ, и Николай Фёдорович Фёдоров, и Циолковский. Ну, то есть те люди, которые рождены Рязанской землёй, или которые волей судьбы проживали здесь, и её воспели, вот эти все люди входят в наш проект изучения их творчества, их наследия. И один из них, конечно, Андрей Арсеньевич Тарковский, который и философ, и поэт. И как-то мы начинаем этот проект «Океан Солярис» 4 апреля каждый год, вот уже третий год он идёт у нас. А завершаем одновременно с Тарковскими чтениями, когда приезжают вот интересные люди, звёзды. Ну, звёзды в таком классическом понимании этого слова. И я вам не сказала второго нашего прекрасного гостя, который приедет в Рязань 29-го августа. Николай Петрович Бурляев, народный артист России, человек, которого все любители Тарковского, безусловно, знают, очень любят. Николай Петрович Бурляев сыграл главную роль в фильме Тарковского «Иваново детство», 62-й год, когда был вот этот звёздное восхождение Тарковского, да, кинофестиваль, 23-й международный в Венеции, за который фильм, за который получил «Золотого льва», и много-много других премий на всяких других кинофорумах международных. И следующий фильм Андрей Рублёв, где он тоже сыграл одну из главных ролей, ну и потом сам он снимал кино, и последние 24 года он занимается кинофорумом «Золотой Витязь», и я думаю, вы вспомните, что приезжал он к нам в Рязань, это был 2002 год, с этим кинофорумом «Золотой Витязь». Здесь проходило всё филармония, было очень красиво, было много народу, поэтому он любит Рязань и с радостью едет вот по приглашению правительства Рязанской области. Добавлю, уважаемые зрители, дорогие рязанцы, 28-го мы ждём вас в 15 часов в Центре народного творчества, на встрече с Шавкатом Абдусаламовым, и 30-го там же в 12 часов на встрече с Николаем Бурляевым. И мы посмотрим фильм «Лермонтов». Спасибо, Ирина, ещё раз. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин